Всем привет! Сегодня мы попробуем вырастить кристалл из желтой кровяной соли. Уровень сложности у нас на сегодня тяжело. Начинаем! Для приготовления раствора я взвесил 75 грамм желтой кровяной соли. Данное количество рассчитано примерно на 150 миллилитров воды. Доводим воду до кипения, после чего добавляем в термостойкий стакан к нашему веществу. При интенсивном перемешивании добиваемся полного растворения. Поскольку у меня в растворе плавают какие-то черные точки, я фильтрую раствор через лабораторный фильтр. Полученный раствор, как обычно, оставляю на одну ночь, предварительно окрыв салфеткой, чтобы в него не попадала пыль. На следующий день на дне стакана можно наблюдать выпавшие за ночь кристаллы желтой кровяной соли. Сливаем чистый раствор в новый стаканчик. Фильтровать его не нужно. На дне стаканчика у нас остались кристаллы. Их мы вытряхиваем в какую-нибудь емкость с довольно большой поверхностью, чтобы можно было выбрать кристалл для затравки, если таковой у нас будет. И из пластикового стаканчика достать кристаллы намного проще, чем из стеклянного. Затравки большего размера у нас выросли на поверхности. Ищем одиночный кристалл, который не сросся с другими. Вот этот маленький неполный квадратик я попробую использовать дальше. Я привязал его на леску, которая в свою очередь привязана на картонке, и опустил затравку в раствор. Дополнительно в стаканчик я накрываю салфеткой от пыли. Через пару дней затравка немножко подросла. Довольно плохим знаком я считаю то, что на стенке начинает ползти раствор вверх и кристаллизоваться там же. Давайте посмотрим на кристалл поближе. На нем в районе лески образовались новые маленькие кристаллы. Данный кристалл выращивать дальше нет смысла. Дальше идет несколько попыток, которые показывают нет смысла. Вокруг лески все равно нарастали кристаллы. Я даже пытался смыть возможные точки кристаллизации, опустив в воду затравку с леской на несколько секунд. Но, к сожалению, не помогло. Кристаллу очень сложно обрасти узел вокруг него. Единственный шанс вырастить кристалл для меня, это если затравка образуется сразу на леске. Я приготовил новый раствор и опустил в него ровный кусочек лески. Картонка при этом закрывает весь стакан и покрыта скотчем для уменьшения скорости испарения раствора. В первую ночь на леске кристаллы не образовались. Переливаем раствор в новый стакан и леску на несколько секунд достаем и подсушиваем на воздухе, чтобы образовались мельчайшие кристаллы, и затем опять опускаем в раствор. Раствор, судя по всему, еще и светочувствителен, поэтому я ставлю его в темное место и забываю на недельку. К сожалению, теперь на леске образуются поликристаллы. Если раствор не тревожит долгое время, то могут вырасти довольно крупные кристаллы на дне емкости. Так и получилось в этот раз. На дне стаканчика виден довольно крупный кристалл. За кадром я отфильтровал половину раствора и очень быстро перенес кристалл, после чего дофильтровал оставшийся раствор. Если кристалл будет несколько секунд на воздухе, возможно образование мелких кристаллов на нем. На камеру я этого сделать, к сожалению, не мог, так как действовать нужно очень быстро. В раствор я опустил новую леску таким образом, чтобы ее конец касался кристаллы, которые находятся на дне. Спустя полтора месяца я был точно уверен, что кристалл зацепился за леску. После чего я отрегулировал ее длину так, чтобы кристалл повис в растворе. Доставать его я не буду, но, к сожалению, видны небольшие дефекты на той стороне, в которой кристалл лежал вниз. Оставляем расти дальше. Спустя в общей сумме 6 месяцев, хотя кристаллов всего лишь около 3, настал момент завершить его рост, так как стаканчик, в котором он растет, скоро станет ему мал. Достаем кристалл. Кристалл рос довольно медленно, из-за того, что стаканчик был практически полностью закрыт. Это положительно сказалось на его росте и прозрачности. Единственный недостаток в том, что все-таки маленький кристалл сбоку у него вырос. Поскольку кристалл был привязан не на узелок, а просто оброс леску сам, то леску легко можно изъять из него. Достаточно лишь аккуратно потянуть. Размер нашего кристалла примерно 3,5 на 3 см. Высота 4,5 мм. Ну а теперь смертельный номер. Попробуем отделить маленький кристалл от большого. Есть шанс, что может треснуть и основной кристалл, если приложить большую силу, чем надо. Так намного лучше. Данные кристаллы являются трехводными, поэтому они могут при определенных условиях выветриваться. Кристалл можно покрыть лаком, но я этого делать не буду. Я попробую его хранить в закрытом зип-пакетике. Влажность у меня довольно большая. Кстати, при выращивании данное вещество ведет себя похоже на поваренную соль, которая также в мгновение обрастает мелкими кристаллами. Можно попробовать что-то похожее и с ней. Ну а на этом сегодня все. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!